Итак, Омаха, штат Небраска нас с вами приветствует. Ну и мы готовы, готовы начинать баталию великолепную, я думаю, именно так, Индиана против Вичит Эстейт. Когда-то, еще не так давно, в баталии между этими командами фаворитом, безусловно, была бы Индиана. Сейчас все по-другому, сейчас у нас готовы на площадке встретиться две команды очень и очень разные. Еще раз слушаем Грега Маршала. Если мы сумеем сыграть здорово, мы победим. Так что все, что нам сегодня нужно, это просто сыграть здорово, и мы это сможем. Давайте. Ну и давайте начнем уже этот матч седьмого и десятого номера региона Мид-Уэст. Достаточно низкая оказалась Вичита. На удивление низкая, я бы сказал. Ведь команда очень опытная. Это команда, в которой сразу пять человек присутствовали в прошлом году. А в прошлом году, если вдруг кто-то забыл, если вдруг кто-то запамятовал, команда эта шла без поражения в сезоне до раунда 32, где проиграла Кентаки. Против Индианы, которая вообще в этом турнире является самой молодой командой официально, самая молодая команда Индиана. И вот эти два коллектива мы сегодня будем, соответственно, смотреть, будем переживать за них, будем надеяться на очень и очень хорошую игру. Ну и, соответственно, готовы мы начинать. Итак, Вичита стоит против Индианы Хузерс. Два опытнейших наставника. Грег Маршал против Тома Крина. Готов сегодня Крин, конечно, дать бой своим оппонентам. Ну и посмотрим. Веселый должен получиться баскетбол. Две команды привыкшие играть быстро. Но при этом, вот все-таки, если говорить о преимуществах Вичиты Стейт, да, то здесь фронткорд, конечно, должен сказываться в этом плане. Ну и при условии победы сегодня Вичиты Стейт в раунде 32 будут они оспаривать корону штата Канзас, по сути, да. Университет Канзаса против Вичиты Стейт, которая в Канзасе дислоцирована. Блестящий проход, вот только не заладилось тем, чтобы уложить мяч в корзину. Сейчас вроде бы все правильно сделал Фред Ван Влитт. Ответ Индианы. Вот у Индианы будет много сегодня трешек. Очень много. И команда действительно будет себя в этом плане проявлять. Отличный блокшот! Вот, очень эмоциональное начало, очень быстрое начало, как мы и предполагали. Ну, это, опять же, для нас с вами очень и очень здорово. Быстренько по стартным составам пробежимся той и другой команды. Итак, Индиана, задняя линия, Юги Феррел и Роберт Джонсон. Передняя Джеймс Блокман-младший, Колин Хартман и Трой Уильямс. Соответственно, там занимаются и места. Ну, тоже Юги Феррел это такой очень условный защитник. Он, скорее, даже третий номер по физике, по тому, как он себя проявляет. По тому, что делает на паркете Вичито Стейт, Фред Ван Влейт и Рон Бейкер. Задняя линия, Иван Весел, Текелли Коттон и Дэриус Картер. Соответственно, люди, которые очень многое определяют впереди. Вичито вводит мяч из-за лицевой. И получается это сделать. Иван Весел как раз мяч поймал. Ну, Весел, человек, которому толкаться лучше бы под кольцом. Оставляет он мяч лидером своим. Ну, и проход под кольцом. Нет, не пошел в проход Текелли Коттон. Ответ... Бросок, прошу прощения, не получается. Вот теперь ответ. У Индианы очень много, очень много в этом матче... В этом году Вичито делает потерь для соперника. Ну, и вот сегодня это может оказаться определяющим фактором. Ван Влейт разгоняет атаку своей команды. Ван Влейт не стал бросать. Ну, может быть, в проход пойдет. У Ван Влейта взрывная абсолютно скорость. Здорово. Против него защищается сейчас. Сейчас очень цепко его держит Колин Хартман. И вот... Все-таки фалы дают, хотя достаточно странно это. Напоминаю вам, друзья, о возможности интерактивного общения via sat.defis.sport.lifejournal.com Приходите, оставляйте свои комментарии, вопросы, пожелания, замечания. У нас первые два очка в этом матче. Вот человека, который действительно раскрылся, Рон Бейкер. Да, я сказал, что он в передней линии. Нет, конечно, в задней линии тоже. Вот любопытная команда у Ичит Истей. Здесь такого прям жесткого разграничения нет. То есть тот же Текелли Коттон может играть на разных позициях. Тот же Рон Бейкер может играть на разных позициях. Здесь только Ван Влейта. Вот разве что разыгрывающий без каких-либо вопросов. Вновь Ван Влейта. И вновь заставляет он свалить против себя все того же Колина Хартмана, как и ожидалось. Ну и Йоги Феррелл. Вот он действительно главная звезда команды своей. Йоги Ферреллу дает очень много на драфте уже в ближайшем даже. Хотя он сам не определился, пойдет ли он в NBA. Ну, Йоги это его прозвище, понятное дело. Как в свое время бейсболист был такой Питер Беррелл, который в историю вошел как Йоги Берра. Вот, соответственно, Кевин Ферреллу. Йоги Феррелл 16 очков в этом сезоне в среднем за матч. Джеймс Блэкман ему будет помогать активно. Тоже 16 и Трой Уильямс 13 добавляет. Но, правда, лавки практически нет. Что касаемо Вичито Стейт, здесь, конечно, великолепные показатели имеются. У всей стартовой пятерки буквально 15. Рон Бейкер, Френд Ван Влитт 12,7. Дариус Картер 11,2. 9,6 у Текелли Коттена. То есть все почти десятку набирают. И при этом очень собирающая подборы команда Вичито Стейт. Блестяще просто играющая именно на подборах. И в этом плане сегодня размеров может Индиане не хватить. Но что-то Том Крин наверняка придумает относительно матча сегодняшнего. Не представился я вам, разве что всех действующих лиц представил. Ваш комментатор сегодня Денис Захаров. Юги Феррол не стал сейчас бросать с лицевой. Здесь изолировать его попытались. И трешка уже по истечении практически времени на атаку. Неудивительно абсолютно. И неудивительно, что попадания здесь тоже не было. 4-2 Вичито на старте ведет. Пока не очень здорово мячом дорожит. В момент приема чтенько игроков Вичито атакует. И вот сейчас Дариус Картер тоже был вынужден мяч выпустить у себя из рук. Но правда будем надеяться, что на постоянной основе такого не будет. Напомню, что Вичито Стейт, помимо всего прочего, еще и по итогам этого сезона. Команда, которая, естественно, является сейной. 14-й номер нации. И вот даже удивительно, что так низко в своем регионе Вичито Стейт оказалась. По посеву, при этом, если брать корзину, если брать регион Мидвест, здесь просто очень много сильных команд. Действительно. И Кентаки, и Канзас, и Нотр-Дам. Все они выше по посеву. И Мэриленд, и Батлер. То есть, действительно, убийственный абсолютно регион получается. И здесь, даже если победитель этого матча пройдет Канзас, это не будет значить абсолютно ничего в этом самом регионе. Вичито Стейт сегодня играет против команды Биг Тен. И в прошлом году против команды Биг Тен команда очень неплохо себя проявляла. За последние два года. Четыре победы, одно поражение всего лишь. Так что, в общем, это очень и очень неплохой результат. Один раз в истории команды встречались. 75-54. Тогда Индиана победила. 27 декабря 1989 года. Но это матч был приуроченный к Рождеству. Худжерс Классик назывался. Ух ты! Отличный блокшот сейчас. Отвешивает своему оппоненту Джон Робертс Саймон. И ответ, правда, быстрым не получается. Нет, не Саймон. Прошу прощения. Это был как раз Шакил Моррис. Который ставит заслон. И Иван Влит на дугу. Здорово разбросали. Но на самом деле Иван Весл сейчас перетянул. Моррис. Получается. Повезло с отскоком. Он передней дужки. Обратите внимание. Да, Вичито стоит акцентированно. Лезет в краску. И то, чего не делает как раз Индиана. Да и не надо, когда вот так получается попадать. Отличный бросок. С дальней дистанции Джеймса Блэкмана. Но, опять же, очень и очень сильная команда в этом плане по трехочковым. Команда Индианы. Да, может быть, не дает это результата в сезоне. Но, тем не менее, тем не менее, в этом чемпионате 40% трехочковых бросков забивают они. Но для сравнения 37. Это много, действительно. Это хороший процент у Вичито Стейт. Но он все равно хуже, чем у их сегодняшних соперников. Шакил Моррис в среднем 5 очков за матч в этом чемпионате. Но зато атакует кольцо соперника с процентом 55 суммарно. Ну вот, обращаясь к блогу нашего телеканала. Андрей Марков, Эндрю Марков. Кто из игроков Индианы и Вичито Стейт может претендовать на право быть задрафтован в NBA в этом или в следующем году? Это Юги Фэррол, опять же, универсальный абсолютный игрок, который может и защитника играть, может и третьего номера играть в команде с отличным броском. Но это такая разновидность, что ли, хилого Дага Макдермонта, если угодно. Что касаемо Вичито Стейт, я практически уверен, что присмотрятся в NBA к Текелли Коттену, который действительно здорово себя проявляет на протяжении карьеры в этой команде. Ну и Фред Ван Влитт какую-нибудь лавку, какого-нибудь не слишком сильного коллектива может усилить. Текелли Коттену отличный игрок, который умеет и потолкаться, который и броском обладает хорошим, и который по физике уже созрел для NBA. Но Ван Влитт просто очень скоростной разыгрывающий. 8-5 у нас на старте, 4 минуты позади Вичито Стейт, ну, играет пока не очень ярко, да, но ведет все. Не торопится абсолютно сейчас Вичито Стейт с розыгрышем мяча, Фред Ван Улитт. Пытается сейчас организовать атаку, но вот сейчас-то поплотнее прихватывают игроки Индианы, своих оппонентов, да, не дают как раз в краску идти. То есть защищаются на ногах, защищаются высоко, но контролируют проходы, и отсюда вот большие проблемы. Открываний в краске нет, и дальняя трешка, там шага практически от периметра неточная, причем еще и в движении в боковом. Феррелл сохранил мяч у себя, и можно бросить... Нет, это Блэкман был, вот Феррелл как раз бросает. Да, я, конечно, описывая Йоги, я описывал на самом деле-то Блэкмана. Да, а Йоги это действительно защитник такой классический, с очень хорошим бросочком, и Индиана его в свое время взяла как выбор самый ранний, опять же, да, то есть он среди защитников входил в топ-100 среди рекрутов, и вот его Индиан, по-моему, за полтора года еще до поступления подписал. Ван Влит сейчас будет исполнять штрафный, еще раз отмечаемый, как здорово, Йоги Феррелл все в этой ситуации сделал. Кевин Феррелл, да, его зовут также, Кевин Феррелл старший, его отец на трибунах. Ну и, кстати, пока в этом матче у Йоги Феррелла получается пять очков из восьми команд. Ну, Феррелл действительно здорово себя проявляет, человек, который, я все-таки думаю, в НБА проберется обязательно, 33 матча в этом чемпионате он провел, и он действительно прогрессирует от года к году, да, поменьше матчей проводит. Ну, потому что Индиана очень далеко выбрала в сезоне 2012-2013, в прошлом году 20 очков почти за матч давал, ну, в 18, да, в этом году в 16, но, правда, в этом году намного слабее его партнеры. И еще раз напомню, да, у Вичито стоит вот пять человек, которые в прошлом году шли до определенного момента идеально, и три человека в составе, которые играли два года назад в финале четырех. На всякий случай тоже стоит, и об этом напомню. Ну, а Индиана, повторюсь, самая молодая команда этого турнира. Абсолютно самая молодая. Хорошее движение пока, да, и вновь Джеймс Блэкман отмечается попаданием. Ответ Вичито стоит не точен. Ну, пока я бы, я бы не сказал, что Вичито на полную выкладывается, да, я бы не сказал, что мы видим те скорости, которые можно было ожидать от этого матча. Веселл не сумел забросить мяч в корзину. Пока все, все, что бросает Вичито стоит, это через давление, а у Индиан очень много вот таких моментов. То есть, правда, травма может быть, но будем надеяться, что этого получится избежать. Восторожностей fossils. Вишенька отмечается в номер два, Д Elias Carter. Возвращение высшего плача. Возвращение в один. Мы выбираем шоу т Erfahr. Ваши фотографии. Возвращение по одному, Далиас Парга. Тайи Виллевосу. Шоу-шоу. Ну да, действительно, здесь без травм, все в порядке. Трой Уильямс, 17 очков, 5 из 9, 6 из 6 с линии, 9 подборов в матче против Мэрилэнда. Давайте напомним, напомню вам, как команды шли к этому мартовскому безумию. В концовке чемпионата у Индианы, ну так себе складывались дела. Да, поражение в 4 из 5 матчей сумели победить только Норд-Уэстерн в первом раунде внутри конференционного плей-офф. Ну и вот Мэрилэнду проиграли неделю назад 75-69, восьмому номеру нации, на всякий случай напомню. Ну и вообще в этом чемпионате, да, Индиана 20 побед, 13 поражений, 9-9 внутри конференции. Что касаемо Вичито Стейт, Вичито как раз сезон завершила поражением своим, проиграв Иллиной Стейт. Внутри плей-офф в конференции Мизури Воли и, соответственно, не взяв ее. Но это было единственное поражение, начиная с 4 февраля. Иначе говоря, единственное поражение за последние 11 матчей. Но симптоматично, что это поражение в плей-офф пришло, да, то есть действие тоже плей-офф. Другое дело, что Вичито Стейт перед этим матчем отдыхал аж 2 недели, в отличие от недели Индиана. Ну, хотя и те, и другие могли и должны были сил набираться. Пока так больше сказывается отсутствие, наверное, игровой практики Вичито Стейта. Очень много глупых решений, очень много необоснованных решений. А что такое защита, команда вообще забыла. Вот вообще забыла. 15-10. Два штрафных. Много пока фалят команды на старте матча. Попадание в дальнюю дужку. Но, кстати, штрафные, как и в любом матче, могут оказаться фактором определяющим. В этом плане отметим, что у Вичито Стейта в этом чемпионате 71%. С линии, для сравнения, у Индианы этот процент 70%. Ну, то есть не так много, и те, и другие, в общем, исполняют. Будет ли попадание? Второе нет. 2 из 2, хорошо, от Келли не забивает. Но подбор и 3! Нет, не получается. Внов не сумел отправить мяч по назначению Бейкер. Рон Бейкер много бросает пока, но как-то пристреляться-то не может. То есть Бейкер попал один раз сегодня с игры со средней, ну, такой дальний-средний на позиции. Понятное дело, что у него от Грега Маршалла есть кардланш. Понятное дело, что он лидер команды по очкам в этом сезоне. Но один из шести на старте матча, это так себе результат. И вообще пока 2 из 10 учит и стоит с игры. Ни одной трехи при этом. 5 из 12 у Индианы для сравнения с тремя трешками. Отсюда и 15-10. Но, правда, Индиана уже нафалилась, и любой следующий фолл за 12 минут до конца первой половины, любой следующий фолл будет пробиваться штрафными. Правда, пока по правилу 1 плюс 1. Вот теперь Индиана старается не спеша по дуге разыгрывать. Здорово Бейкер на перехвате. Помогает Ван Влит. Хотя, казалось бы, и Бейкер уже готов был мяч потерять. А Ван Влиту сегодня в проходы давать не идут. Очень плотно его держит. Очень плотно. Пару раз сходил, не забил, теперь уже боится. Бейкер сам пошел. Флоутер. В корзину отправляется Рон Бейкер. Ну, действительно, один из самых прогрессирующих, даже самый, пожалуй, что прогрессирующий игрок в этом чемпионате у Вичит Эстейт. И действительно, он вошел в символическую сборную конференции Миссури Воли. Как и Фред Ван Влит, как и Текелли Коттон. Все они там. Но Рон Бейкер, конечно, по сравнению с прошлым годом, шикарный прогресс делает. Во-первых, не так много получал времени на паркете. В этом году стал больше. Ну и, конечно, не так много набирал. А здесь, в этом сезоне, нашел свой бросок. Правда, его бросков пока, его попаданий в полной мере пока не хватает. 2 из 7 так себе результат. Продолжение следует... 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 Игрок кода в конференции Миссури Воли, Фрейд Ван Улит. Хотя, опять же, вот любопытно, что он даже не самый результативный игрок своей команды, но Ван Улит очень полезен, давайте об этом не забывать. Он помимо очков еще и дает команде много всего прочего, он дает 4,5 подбора и 5 передач в среднем за матч, и по передачам он, опять же, лучший, ну, как и положено быть, соответственно, разыгрующему защитнику в своей команде. Здорово на перехвате, вот он, разгоняет атаку, Иван Улит, два очка, ну, естественно, два в одного убежали. Вичито Стейт вообще в этом году набирает 24% своих очков с перехватов, да, то есть именно наказывая соперника за потери, то есть именно после потерь. И это седьмой лучший результат в нации, вот тоже любопытно, да, седьмой лучший результат в нации по этому компоненту, седьмая лучшая команда по защите, а в рейтинге все-таки 14 они, да, то есть 7 плюс 7, 14, ну, забавка. 19-16, продолжается, продолжает пристрел к своей Вичито. Вновь штрафный на Бейкере Фолилио. Очень много таких поздних валов у Индианы пока на старте этого матча. Вот это то, что Иван Улит завалил легко, ну, здесь Коттон был бы первым на подборе, что любопытно. Даже если бы промахнулся его партнер. Тем временем штрафный исполняет Дариус Картер. Что еще может сыграть за Вичито Стейт сегодня? Это скамейка не подлиннее, чем у Индианы. У Индианы очень серьезная ротация состава в силу того, что команда молодая, и, в общем, здесь, ну, вот не считая людей вроде Юги Феррелла и Джеймса Блэкмана, всех остальных, ну, как бы менять это шило на мыло, да. Но скамейка у Вичито стоит поопытнее. И, что важно, опять антропометрически поодареннее, нежели у соперника. Вот, собственно, пока время скамеечных игроков стартует, и тут же Вичито стоит, делает рывок. К сопернику на данный момент времени 6-0. Бейкера едва не отсек этот заслон. Юги Феррелл. Феррелл здорово перевисел соперника в воздухе, однако на подборе мяч прилетел ему в руки, и он, может быть, этого и не ожидал. Бейкер три исполнять не стал. Джеймс Блэкман против него. Здорово играет, перехватывает мяч. Ну и побежали игроки Индианы. Нет, попадание у Блэкмана. Вот грешок этот за Блэкманом водится. Он слишком уверен, собственно, в силах. Это, знаете, такой Рассел Вестбрук индианского разлива. То есть, если есть вариант бросить или отдать партнеру, он бросит. Он бросит, но благо, что он не разыграющий защитник. При этом, и тем не менее. Имея такого человека, как Юги Феррелл в составе, имея вот такие выходы, 3 в 3 сейчас убегал Индиана, нужно как-то по-другому работать. Хотя Джеймс Блэкман сейчас на данный момент времени второй саморезультативный в своей команде. 4 из 6 забил Юги Феррелл 11 очков, 2 из 5 у него, у Джеймса Блэкмана, и 6 очков. В команде, помимо них, только Трой Уильямс. Еще 2 очка завалил, причем оба со штрафного. И, кстати, вот сейчас еще штрафные, там полы были на подборе, тот же Трой Уильямс. То есть, если с игры бросает сегодня Индиана, это либо Блэкман, либо Феррелл, гадалки не ходи. Если с линии штрафного, то Трой Уильямс почти наверняка там обретается пятый номер. И оба, кстати, отправляют в цель, так немножечко охладив пыл своих оппонентов, приостановив, может быть, вот этот рыбок Вичит и Стейт. С другой стороны, я говорил о том, что уйдет какое-то время у Вичит и Стейт на то, чтобы в этот матч втянулся, потому что 2 недели они отдыхали, 2 недели не играли вообще никак. Зато очень много времени благотворительности уделили, посетили 3 детских больницы в Канзасе и одну здесь, в Небраске. Очень правильное решение, как мне видится. Отличное попадание сейчас, 21-20 что-то делает. Уильямс, ох, как здорово, а, на пилоте сейчас уходил. Уильямс, конечно, здорово, но споткнулся у паркет. Это называется отличное ускорение под кольцо и 2 очка там. Вот молодо-зелено, но очень нагло при этом у Индиана и Роберт Джонсон ускоряется. Сейчас здорово, ноги включил, ушел абсолютно от всех, но здесь 3 надо забивать. Это в цель, да, конечно. 23-23. Вот Вичит и Стейт не перестала пропускать, но стала набирать на постоянной основе и, как следствие, соперника догнали. Против все иных оппонентов Индиана, будучи представителем конференции Биг Тен, в этом чемпионате играла предостаточно. Выиграли у Батлера, 23-го номера нации, 82-73. Выиграли у СМЮ, 74-68. Но все это было еще до внутриконференционных баталий. Внутриконференции у Мэрилэнда выиграли сначала 22-го января, у 13-го номера нации 89-70. Затем ему же проиграли 66-68 11 февраля, а проиграли Висконсину 78-92 в феврале. Ну и вот Мэрилэнду опять же в постсезонном внутриконференционном турнире. Куэмс не сумел перехватить мяч после очень далекого отскока. Пытается Вичит Эстейт найти трешки свои, но команда пока не двигает мяч своим фирменным образом. Вот что стоит сказать. Виной тому Индиана, который прекрасно двигается в своей защите. И потеряли сейчас игроки Вичит Эстейт. Это наказание абсолютно справедливое. В роли Раскольникова выступает Колин Хартман, который трешку отправляет в картину соперника. И вынужден Грег Маршал брать тайм-аут и еще успокаивает своих подопечных, дабы те не спорили с арбитрами. Индиана-то пока очень вкусная в этом матче. Матчи Восточного региона, которые мы с вами увидим на наших экранах. Северная Айова, Байоминг в 7.30 утра по Москве. Ну а Луисвилль и Юси Ирвайн будут выяснять отношения в 10 утра по московскому времени. Чита стоит пока. Индиане проигрывает 23-28 в первой половине за 6,5 минут. До окончания первоигрового отрезка еще одна трешка. Бейкер, они подготовлены в лоб и, естественно, мимо. И пусть вас не удивляет, что против столь классной защиты Индиана набирает очки на постоянной основе. Индиана в этом чемпионате набирает 115 очков на 100 владений. И это значит, что команда во всей нации, во всей нации, будучи самой молодой командой турнира NCAA, именно Мартовского безумия, имеют 13-й номер по... Ну или 13-й рейтинг по эффективности своего нападения. У Вичито стоит 19-й. Но почему Индиану такие плохие результаты в сезоне показывают? Да потому что защиты здесь нет никакой. Вичито стоит пропускает на 100 владений. 92 очка у соперников в среднем. Это 10-я эффективность защитная в этом чемпионате. Хотя у Индианы подобный показатель 295-й только лишь во всей нации. Отмечаем, Индиана, несмотря на то, что попадает 9 из 22, все равно ведет, исходя из того, что меньше 33% попадает с игры Вичитосты. И владение Индианы Феррел здесь немножко призадумался, что же с мячом делать. В итоге едва-едва успел от него избавиться. Юги вообще, по-моему, не уходит с паркета, в отличие от всех остальных. И еще одна трешка. И ведь забивал сегодня уже с линии совсем недавно Колин Хартман. А его не держат все равно. Получите, распишитесь за это. Гораздо быстрее мяч ходит у Индианы. Но вообще, вот сейчас Вичито стоит себе априори ставит в невыгодное положение. Да, проигрывает. Команда много сейчас. Не Индиане нужно считать 2, а Вичитостей. Засчитали-то наоборот. Здесь отвратительный бросок из-за дуги. Но на подборе здорово Стэнфорд Робинсон. И пока, кстати, чужой щит очень здорово вычищает Индиана. Есть попадание? Нет. Чуть-чуть не хватило. Бейкер. Так вот, Вичитостей для того, чтобы соперника поймать, нужно либо создавать потери, либо темп хороший держать. А по темпу команда одна из худших вообще в нации. Только 13 команд в нации играют по темпу хуже, чем Вичитостей. Коттон. Весел. Не повезло. Не забрало мяч кольцо. Ну, а с другой стороны, да, по сути-то, Индианы сегодня играют, ну, в той или иной степени дома. Мы же с вами в Висконсине, мы же с вами в Омахе. Мы же с вами, ну, по сути, в конференции Биг Тена. А вот это очень серьезно. Приземлился сейчас на поясницу Юги Феррелл. И если вдруг эта травма серьезная, ну, вроде бы сам поднимается Феррелл. Ну, здорово. Прикрывает мяч, конечно, так, в стиле Джеймса Хардена. Так или Коттона фолл должны выписывать. Кстати, потеря Коттона будет очень серьезной для Вичитостей. Котт, я к чему это говорю? Дело в том, что у Коттона это уже второй фолл. 31-25. И теперь 32 уже. Много, много Вичитостейт позволяет набрать своим конкурентам. Это при том, что вот концовка сезона, да, насколько классная получилась. Если вынести за скобки матч с Ильинойстейт, проигранный Вичитостейт в матчах со своими оппонентами. Да, опять же, по конференции Миссури и Вали, тем не менее. Южный Ильинойст, 45 очков. Сейне, Северная Айова, 60. Ильинойстейт, нет, Индианастейт, 53. Ивансвильд, 43. Ильинойстейт, 62. Индианастейт, 57. Там был еще матч даже с Миссури Стейт, 35 очков. А здесь 35 они пропущат в первой половине. Красиво очень все Фрейд Ван Улит сделал. Продрался сквозь оборону соперника. Больше всего в этом чемпионате пропускали представители Вичитостейт от Университета Гавайи 79 очков. Но это с овертаймом было. Как здорово, Уильям, все-таки пилот, это вот один из его основных финтов в техническом оснащении. И он его здорово исполняет. Но, правда, сегодня ни разу после пилота этого не забил. По-прежнему Индиана впереди. 6 очков и у нас чуть меньше 4 минут до конца первой половины. Вчера дикий, конечно, день получился уже в маркском безумии. Джорджия Стейт победила Бейлор. Кентаки 35-0 в сезоне. Соответственно, сравнялись они с лучшим стартом в истории, да, у Вичитостейт. Ну и, ну вот Канзас за уши сюда притянули, на самом деле, 9 побед к ряду в стартом раунде. И чего? У Роя Уильямса там почти в два раза больше. И что, да? Почему Роя Уильямса здесь нет, наставника Северной Каролины? Ну, странно. Ладно бы это был какой-нибудь там, не знаю, Иванс или какой-нибудь, да, 9 подряд побед в стартом раунде. Это да. А Канзас-то чего удивляться-то этому? Отбились сейчас. Уильямс не сумел забить легкий, средний и блокшот, который, по-моему, считать нельзя. Да, да, действительно, голтендинг. Так, то есть, эти два очка считаются. Пока не так много, Вичитостейт, в принципе, бросает со средней дистанции. И вообще бросает она меньше Индианы, при том, что потерь одинаковое количество. Команд по 5. Индиане главное держать высокий темп. Главное держать процент попадания из-за дуги. И сейчас в дальней дистанции 6 из 11 в этом матче. Один из семи у Вичито для сравнения. Юги Феррол. Не сумел его Ван Влит прихватить. А когда его держит не Ван Влит, то... Вот Феррол, кстати, потирает-то поясницу. Это хорошо видно. Блэкман пошел в проход. Четверых игроков уткнулся. Мяч потерял, но... Еще один бросок из-за дуги. И снова, и снова никто вообще... Вичитостейт не знает, что такое спина на своем подборе. И вот сколько сегодня уже очков второго шанса. Очков 10 точно набирает Индиана. Вот прям к гадалке не ходи. Можно попытаться продавить. Дальше нужно было спиной давить, а не бросать вот так с разворота Рошарду Келли. Тем более, что в краске против него один единственный соперник остался. Еще одна трешка. Нет попадания. Индиана идет ва-банк. Индиана рискует. Это приятно смотреть за этим. Джордан Фуч сейчас не попал. Ван Влит хорош, конечно. Ван Влит вот на первом шаге очень здорово уходит от оппонента, от любого. И отправляет мяч в корзину. Минута 45 до конца первой половины. И у нас первый тайм-аут берет Индиан. Том Крин. Вот ему не понравилось, что три подряд владения. Команда забить не сумела. Ну а здесь, конечно, Евростеп блестящий в исполнении Фреда Ван Влита. И 35-31 на табло. Короткий тайм-аут был у Крина и его подопечных. Ну что, молодая Индиана очень здорово себя проявляет. Очень здорово пока держится. Это при том, что они проиграли 9 из последних 14 матчей в NCAA. Кстати, вот насчет Кивина Москейра-Пиреа. Были большие вопросы. Ханра Москейра-Пиреа, да. Были большие вопросы, сумеет ли он выйти на паркет. Потому что он травму получил за три матча до окончания регулярки. Травму серьезную. Но обошлось там без растяжения связок, как ожидалось. И в итоге Москейра-Пире сегодня здесь. Другое дело, что вот сейчас Фалл Илон получает под своим кольцом. Немножко, кстати, Москейра-Пире для Стэнфорда Робинсона прихватил Бейкера под чужим кольцом. Но это от судьи ушло. От внимания судьи. 37-32. После попадания Бейкера. Вот его прогресс как раз. 8 очков первогодкой, будучи 13 второкурсником и 15 третьекурсником. Оба в цель отправляются. Благо, что Бейкер лучший по проценту исполнения штрафных в своей команде в этом чемпионате. Ну и посмотрим. И Диана, я думаю, оставит время на одну атаку. Вичити стоит. Больше и не нужно. Робинсон. Феррел пытается выйти на получение. 15 секунд на атаку. Ну и Феррел, я думаю, будет сам решать. Может быть, даже 3 в лоб. Здорово его вытесняет сейчас Картер. Феррел здорово порвал дистанцию. Но в переднюю дужку, на переднюю дужку мяч падает. И тем не менее мяч у Индианы нет. Перехватить получается. Там больше думал о том, как упасть, чем о том, как мяч сохранит Рой Уильямс. Последняя атака вичит. И стоит. И не последняя. Ван Влит. Скалом. Два очка. Как же он здорово стал раскачивать защитников соперника. Рэд Ван Влит. 37-35. А попадет в штрафной. Всего одну очку отставания будет. Ну, Аскейро Пире. Он, в принципе, не самый подвижный. Большой. Это большой такой пробивного типа. Ну, и вот сейчас абсолютно глупый фолл. Ненужный фолл. Руку вверх выстави, а не на соперника. И будет у него два очка, но без фола у тебя. 78%. Фред Ван Влит исполняет в этом году с линией. И экстра поинт точен. 37-36. Но последняя атака в первой половине остается за Индианой. То есть Индиана точно, скорее всего, не будет проигрывать. Молодцом, Феррел. Тяжело было. Есть еще время на атаку Вичитэстейт. Это было достаточно близко, но не свершилось. 39 очков. Индиана против Вичитэстейт набирает. Вичитэстейт так много не пропускала в этом чемпионате в первой половине. Посмотрим, что будет дальше. Сама Вичитэстейт набирает 36. Но у Индиана очень здорово идет дальний бросок. Если этот кураж сохранится, будет крайне тяжело фаворитом этого матча. 14-го номера нации, 7-го номера региона удержаться. Ну вот, Том Крин, любопытно, он говорит о том, что не хватает его команде все равно очков из краски. Да, мы не можем победить в этом матче только джамперами, только бросками со средней и с дальней дистанции. Ну и как команда нам нужно работать получше, особенно в защите, да, более сообщать, действовать. Посмотрим, насколько у него, у его подопечных не разойдутся слова с делом. Очень любопытный, очень интересный матч у нас пока получается. Ждем продолжения, а пока же отдыхаем. В город Омаха, штат Небраска, Century Link Center, где разворачивается баталия в регионе Мид-Уэст. Первый раунд Индиана, 10-й номер региона ведет. Тут 14-го номера нации, 7-го номера региона, Вичито Стейт, 39-36. Перед стартом этого матча, еще вчера Том Крин сказал, что единственный шанс для Индианы победить Вичито Стейт, это быть лучше на счетах. И это получается пока очень и очень здорово у команды. Особенно, что касаемо подборов в нападении. Да, по 20 подборов и у тех, и у других, но 8 подборов у Индианы в нападении. И очки второго шанса, опять же, это большой-большой фактор. Нам нужно останавливать атаку соперника, нам нужно больше дорожить мячом и более внимательно с ним работать в защите, отмечает Грэг Маршалл. Ну и опять же, нужно замедлить их нападение и не так часто давать бросать по нашему кольцу. Ну и пока игра на счетах разочаровывает, тоже главного наставника Вичито Стейт. Вообще, пока баталия эта превращается в битву снайперов двух. У Индианы Юги Феррел, 5 из 9 попадает, 3 из 4 из задуги, 15 очков дело. Вичито Стейт не идет у всей команды совершенно. Да, 36 очков набрали, но Фред Ван Улит, 19 из них, 6 из 10 с игры. У всей стартовой пятерки, помимо Ван Улита, 2 из 11. А вот это достаточно неприятно. Сейчас по зубам получает, серьезно так, Дэриус Картер. Один, кстати, из самых опытных игроков своей команды. Он синьор и вообще единственный синьор в этом составе. Нет, не единственный, еще это Келли Коттон, конечно, выпускник. Вот смотрим мы, как Рон Бейкер сам для себя создал момент, но воспользовался он тем, что против него менее габаритный Юги Феррел остался. Ну, кстати, по зубам-то там не получал Бейкер. Не Бейкер, прошу прощения, а Картер. Да, зацепил его рукой, пробегая мимо соперник, но не более того, как мне показалось. Колин Хартман это был. Сейчас еще раз на повторе давайте посмотрим. А нет, нет. Просто чуть позже, чуть позже нам показали сам момент с верхней камеры. Действительно, вот еще до того, как Бейкер забросил, получил челюсть. Так, наотмашь Дэриус Картер. Что там такого серьезного-то может быть, интересно. Ну да, попали в подбородок. Запястьем это сделал соперник. Но, прям, чтобы вот так падать, и так долго не подниматься, Картер сам в итоге поднялся. Крови вроде бы нету. Нет, вы знаете, какие-то проблемы есть. Может быть, зубы у него не так крепко сидят? Никакого флайгранд фолл нету, то есть никакого неспортивного. Просто Вичито будет вводить мяч сейчас из-за боковой. Нет, даже из-за лицевой получается. О, не Вичито, а Индиана. Да, Индиана, конечно. Конечно, Вичито вот усилиями Бейкера подсократил разницу в счете. 3 из 10 теперь у Бейкера после этого попадания в этом матче. Для лучшего снайпера команды не такой хороший результат, согласитесь. Но, что скажет Фред Ван Улит, посмотрим. Юги Феррелл против него Ван Улит. Потерялся сейчас-таки легко тонну, но не использовали это игроки Индианы. Индианы проход, попытка. Две попытки даже прохода. В итоге 2 в 2 убегает Вичито. И отлично сейчас спрятал мяч. Просто спрятал-таки Лекоттон. И к себе прижав, отправил его в корзину. Первое лидерство, начиная с пятой минуты первой половины. Из-за дуги нет здесь попадания в ближнюю дужку. Вот сегодня часто этим грешит именно Кулин Хартман. И вновь Коттон. На всей расфолы, причем фол в нападении. Оттолкнул он немножко оппонента. Но это то, как все тот же Коттон, да, вот так прижав мяч к себе. Никаких шансов здесь не было у Джеймса Блэкпенна накрыть этот мяч. Кроме как фолить. Фолить он не стал. В итоге 2 очка в корзине. В 40.39 и Вичито может сейчас увеличить преимущество. Более того, высокий прессинг. И не самый хороший ввод в игру. Но Феррел включает ноги со средней и попадет. Естественно, не сумел его оппонент опекающий остановиться вовремя. Ван Влейд. Там фолы в краске. Фол без мяча. Фол на счету Кольна Хартмана. Что касаемо фолов. Проблемы в этом матче. Ну, не сказать, что испытывают оба коллектива. Но определенные сложности все-таки имеются. Того же Хартмана в том числе. Бекер из безопорного положения бросал. Попасть не сумел. 41.40 Индиана. Здорово. Обыграли здесь с таким треугольником на очень короткой дистанции. Но в итоге это не принесло желаемого результата. Индиана, отмечаем мы, в первой половине сегодня набирает 40 очков. Ну, не 40, 39 было. А, нет, прошу прощения. Это вот когда они проиграли Мэриленду. Да, 40 очков они набрали в первой половине, 29 всего во второй. Этого нужно избежать сегодня, учитывая то, что Вичито обладает очень классной защитой. Вичито Стейт вполне это может повториться история. Первый в цель отправляет Блэкман. Появляется на паркете Рашад Келли. Кстати, вот я говорил про скамейку, что у Вичито Стейт-то она поинтереснее в плане набора очков. Так и есть. Камейка дает 9 очков. Вичито Стейт у Индианы 4 очка у запасных. То бишь, больше чем в 2 раза. Лучше играет скамейка у Вичито Стейт. Но разница по-прежнему в пользу Индианы. Вот та разница, которая была у нас к перерыву. 3 очка. А по итогам 2 минут игры во второй половине сохранилось. Бейкер. Келли открыт был абсолютно. Не стал Бейкер на него переводить. А Ван Улитта прихватили. Прихватили серьезно. И друг другу его передают хорошо игроки Индианы. Так что приходится вот так лезть в краску. И не получается у Келли забросить. У Эссел не добавил. Уильямс. Очень странная передача. Сам себя в итоге раскачал. А не соперника. Роберт Джонсон. За словом получить хорошее не получилось. Джеймс Блэкман. Феррел. Феррел уже трое вокруг него. И такой легенький воздушный флоутер. Ну и два. И два до кольца. Он долетел. Ван Улитт. Горячо, как Трой Уильямс блокирует сейчас у Ван Улитта. И Блэкман на дугу. Надо забить после такого. Со средней. Да, попадание есть. Роберт Джонсон. 45-40. Диана ведет практически весь этот матч. Он влеет под кольцо Очень сложные два очка И он двадцатку разменял таким образом Более командно, более коллективно смотрится сейчас Индиана Лучший мяч у нее ходит, получается растягивает соперника И вот в чем сейчас тактика Индианы По периметру растягивает соперника Затем одному из скоростных игроков Индианы мяч вручается И тот идет в проход Таким образом, к моменту, когда растянулась оборона у соперника Краску по-хорошему опекает только один человек И один в один в проходе, соответственно, либо забивает Индиана Либо ловит фалы Ну, в моментах, исключая те, где Индиана мяч теряет Хотя потерь пока у Шокерса побольше будет Шесть к пяти, да, это не фатально, но тем не менее Есть первое попадание Уильямса Блокшот, которого мы сейчас наблюдали в повторе Вот в этом чемпионате Индиана вообще, напомню, 17-я самая результативная команда нации 77 с половиной очков в среднем за матч Ну и сегодня защита вичит и стоит совсем не работает Но, кстати, вот конва того, что Индиана лучше попадает с игры в сезоне Она и здесь остается, да, 46% с игры в сезоне у Индианы 44% у их сегодняшних соперников О, в защите Зак Браун здорово отработал на подборе И вот как раз, да, тоже Шокерс начинают они двигать мяч И тут же возникают проблемы у соперников А вот сольные проходы Или там Игра на коротке, на дуге Это никого не волнует Это никому не нужно, это не дает результат В конце-то концов Первый в цель Собственно, этот матч, он и подавался тоже во многом Как противостояние Ван Велита и Феррла И вот это оправдывается абсолютно сегодня Но, кстати, вот напомню, что Фред Ван Велит Он из Рокфорда, штат Иллинойс И он вот на этой арене играл тоже плей-офф Но плей-офф в хай-скул Плей-офф, соответственно, там тоже региональный По-моему, если я не ошибаюсь Ну, в общем, любопытно И, собственно, говорили о том Что на этой арене вот его еще помнят Потому что зажигал он очень и очень здоров 47-44 Счет на табло Индиана впереди И атака Вичит Эстейт начинается В темпе Вичит Эстейт прибавила Но, правда, этот темп может Индиана очень серьезно скушать Да, то есть В темповом баскетболе у Индианы даже больше шансов Эван Вессел, казалось бы, вырвал мяч на подборе Но чуть раньше был фул Да, да, безусловно Руку соперника сначала прихватил Руку Уильямса А затем уже вырвал мяч Интересно, что Грег Маршал про как раз Ивана Вессел говорит Рост которого 6 футов 4 дюйма всего лишь Вот он говорит, что Этот парень обладает телом И защитника, и форварда Ну, вот, в большей степени Они его все-таки как форварда используют Причем как четвертого номера Ну, вот, на матч Вальпараисо и Мэрилэнда Мы по возможности переместимся сразу По окончании нашей баталии Будем надеяться, что зацепим часть того матча Ну, а пока же, пока же Отмечаем мы, что Индиана продолжает держаться в матче против Вичит Эстейт Юги Феррел Показал фул, скажем так Со стороны Картера, да То есть, именно нашел его Баткнулся в соперника И поэтому фалл его на 12 номер Но пока они не пробиваются Впрочем, фаллять сегодня команды предостаточно Уже на данный момент времени Исполнили они на двоих 30 штрафных Уильямс Уильямс здорово раскачал Вессела на первом шаге И нужно забивать Однако блокшот здорово постарался сейчас Со спины своего соперника Зак Браун накрыл Не повезло им эту холту Ван Влит Против него не очень подвижный игроки Сейчас прекраснейшая передача Ван Влита И Картер вколачивает сверху 47-46 И 15 минут еще играть Фэррол Немножко темп потеряли действительно игроки Индианы Проход под кольцо Фэррола И вот этот Солтер является сквозняком В итоге А на Брауне фалили, похоже Да, Ван Влит, конечно, шикарную передачу Классно увидел освободившегося Картера Спал где-то в сторонке Ну или, может быть, кофе пошел попить Трой Уильямс Немножко потеря коммуникации в защите у Индианы Здесь налицо была Но, правда, и Вичито стоит повторить Звинчивает темп, что, конечно, и способствует этому также Фол Индианы Уже 16-й фол в этом матче Стэнфорд Робинсон на сей раз На себя его записывает Неплохо Картер может спиной продавить В итоге полукрюком Отправляет мяч в корзину Да, с отскоком от дальней дужки Но, тем не менее Ох, Хантер Маскера-Пире Себе в колено мяч отправил Ван Влит Есть у него место Не пошел При этом, ну, мне кажется, что Было указание у Грега Маршала Ван Влиту так более командным игроком становиться Хотя не его вина, опять же, что не идет У команды Ван Влит Не забивает в проходе Вновь Картер чужой щит забирает И мяч остается У Вичит и стоит естественно Здорово работает Картер в последнее время Еще один фул Индиана Очень много пока Индиана фалит Это, кстати, будет большим фактором в концовке Тоже любопытно Вот похожие чем-то команды, да Команды, которые равную игру сейчас выдают И тренеры внешне очень похожи Грег Маршалл и Том Крин Здесь Робинсон пытался успеть за развитием событий Не успел Шакил Моррис будет исполнять штрафные Два из двух сегодня На его счету 61% по сезону Первый в цель По системе 1 плюс 1 штрафные пробиваются Уже бонус у Вичит и стоит Я вот все-таки никогда не понимал Как можно бегать с жвачкой По паркету И второй тоже в цель И сразу же идет меняться Кубопытно Шакил Моррис вместо него Рошад Келли появляется И вновь прессинг высокий Вичит и стоит Но правда не такой агрессивный Главное прихватили Феррелла И заставляют трое Уильямса работать с мячом Это не позиция Уильямса Он не разыгрывающий Он вообще не защитник Тенфорд Робинсон Перевел на Феррелла Пришел сюда Достаточно легкая пятерка Сейчас Джордан Фульч Пришел И в итоге Потеря Потеря за счет пробежки у Индианы И у Вичит и стоит Вичит и стоит Впервые в этом матче Может оторваться от соперника На два владения мячу Впервые в этом матче К середине второй половины Но правда для этого еще и завершить свою атаку нужно Он в лиц Перед ним двое Естественно в проход здесь идти смысла нету А на дуге свободно Браун чуть-чуть не попал Хороший был бросок Правильно вывели его И Браун обязан был забивать Наступил по-моему на лицевую линию Да игрок Индианы Трой Уильямс побежал Но чуть раньше видимо фол был Да Пятый командный фол У Вичит и стоит Юги Феррол По-моему впервые в этом матче на скамейку садится Вот чтобы не собрать Очень похоже на это Кстати Трой Уильямс Которого сейчас вытолкнули За пределы площадки Он с игры пока в этом матче не забивал 0 из 5 Но при этом 6 очков у него имеется Все 6 линий штрафного Моррис побыл на площадке еще немного И вновь отправился посидеть Текелли Коттон вышел Весел против Уильямса Уильямс И все еще не забивает Он с игры А на подборе Это здорово Робинсону никто спину не ставит Маленький игрок Робинсон Забирает подбор в усах 50-49 И вновь подбор в нападении И вновь очки После этого подбора Бейкер Под 45 Любимая его позиция Причем именно с правого фланга Но не попал сейчас Две подряд трешки Вичит и стоит не попадает И есть шанс у Индианы Вновь выйти вперед И происходит это Блестящее попадание Очень важное Очень нужное Ван Влиет в свою очередь Ответить попытался из угла Неподготовленная была атака Через Хоцеля 7 из 15 Из-за дуги Получается это половина Связано это в первую очередь С количеством фаллов Конечно Хорошая скидка Ну и любопытно Что вот Маскейра Пире Сейчас уходил от кольца Но при этом Нашел для себя Свободную зону Из нее бросил Полукрюком и попал 54-50 А только что Вичит и стоит Вилла 3 То есть 7-0 У Кандианы Бейкер Кот он очень высоко работает Ван Влиет Есть перед ним Свободное место И естественно Нельзя такие зоны Оставлять Ван Влиету Причем Тоже Ван Влиет Так относительно Читаемый игрок Потому что Ну большинство своих проходов Там процентов 80 Он делает все-таки Правую сторону Для себя А ему правую сторону Сейчас и открыли 54-52 Роберт Джонсон Робинсон Оставляет Оставляет Уильямсу Ох Какой неудачный бросок Ну и Уильямс Очень высоко сейчас работает Много берет бросков на себя Зря Ван Влиет Не сумел забить сволом Ред Ван Влиет Пытается тащить Вичито Стейт за собой Вичито пока не особо тащится Поэтому у нас все очень близко И вообще Индиана впереди 54-52 Ну что Фред Ван Влиет Продолжает тащить Вичито Стейт Вот К вопросу о том Насколько более командно Смотрится Индиана Да Юги Фэррел Которого идет Действительно идет Во второй половине Набрал два очка И Его команда Соответственно Добавила к этому Еще 13 Ван Влиет Во второй половине Набирает После этих штрафных 6 очков И Вся его команда Добавляет к этому Ну Чуть поменьше Даже Получается 12 Да То есть Действительно Индиана Более вариативно Смотрится сейчас Из-за дуги Нет попадания Блэкмана Здесь Случилось то Чего Вичито Стейт Пытается не допускать На протяжении Всего этого матча Сошлись в одной точке Фэррел И Блэкман Но В итоге Это не закончилось Попаданием В корзину 54-54 Индиана Продолжается Вот В чем Индиана Не сильно Так это в том Что касается В том Что касается Дисциплины Очень много фоллов Очень много фоллов Во второй половине 58% всего лишь В этом чемпионате Но все-таки попадания Не последовало В исполнении Дэриуса Картера Второго Попадания не было С линии штрафного А здесь потеря На ровном месте У Индианы А у Вичито Стоит уже Дабл бонус То есть Любое Теперь Любое нарушение Пробивается Двумя штрафными Абсолютно точно И это еще 10 минут Играет Да Вот Насколько Недисциплинированно Молодая команда Зеленая Кипящая Дэриус Картер Молодцом сейчас Трешку заваливает О нет Со средней конечно Бросок Но тем не менее Вичито стоит Выходит вперед Вот 7-0 Был рывок Индианы 7-0 Теперь Рывок Вичито стоит В ответ Не было пробежки Хотя был близок К этому Блэкман И Вичито стоит Перехватил мяч Ничего не буду говорить Потому что каждый раз Когда Вичито может Оторваться на два владения Она этого не делает И вот сейчас Потеря похоже будет Ну и владение Вичито все-таки Да На данный момент Причем там еще и фалы были Ничего себе Нет Нет Спорный даже Похоже что Или Нет Ван Врид вводит Все в порядке Да Действительно Владение Вичито стоит За 9,5 минут До конца Ох как На опережение Играет Зак Браун Вырвался под Кольцо Кольцо Прямо В усы Легкие Два очка Отправил В корзину Ну вот и 5 очков Преимущества Вичито Истейт Диана набирает Во второй половине Только 15 пока И позволяет сопернику Набрать 23 Отсюда и вот это отставание Вроде бы мяч двигается Неплохо Феррел Вот не хватает Наверное бросков Феррел Он стал просто меньше Бросать Блэкмана Задуки Очень важное попадание Сдвоились на Ферреле Чем он тут же Воспользовался Увидев партнера Ван Врид Шикарно Еще и двоих Кладет Ну там почти На лопатки Роберт Джонсон И Каннер Москейра Пире Летели За ним Не долетели Влетели в итоге В парке Защищаться получится? Нет По крайней мере Пока Москейра Пире Добавить Вот здесь уже Уиндианы Начинает просто не идти Когда два раза Не получается добавить И Мичита стоит 6 Делает разницу Ван Врид Как увидел Ускорение Зака Брауна Естественно Там Крид Берет таймаут Он там сейчас Мне кажется Съест своих игроков Просто порвет На кусочки И съест Так буйствует А своих игроков Успокаивает Все нормально Все в порядке Говорит Маршал Мичита стоит Завелась Вот отсюда И тот результат Который пока Команда делает Для себя 63-57 Вынужден был Взять таймаут Том Крин Еще три подобных У него остается И Юги Фэррол Залез Под самое Под самое-самое кольцо И в итоге Чтобы не получить Блокшот От кольца Вынужден был Мяч потерять Вторым темпом Браун Снова что ли Так или вот он Там не забил В быстром отрыве Если это Зак Браун То он набирает 6 из 8 последних Очков команды Собственно возглавляя Вот этот отрыв Нашелся человек Помимо Фреда Ван Влита Готовый тащить Ответ Индианы Тоже точным Получается Бейкер Весел Браун Картер Здорово Развернулся в лицо А вот бросил Нездорово И Весел Добавить не сумел Но Мяч остается У Вичитэстейт Трой Уильямс Не скоординировал Собственные движения И в итоге Последовала потеря Фреда Ван Влита Который вводит Сейчас мяч Из-за лицевой 27 очков Сегодня это уже Повторение лучшего результата В его карьере Весел не попадает Из-за дуги Это оставляет Определенные шансы Индиане Сейчас вцепиться В соперника Тем более что сегодня Рывки 5-0 И более Были с той и с другой стороны Пять раз В этом матче уже Ну суммарно На двоих 7 минут Играть Во второй половине Еще И далеко не факт Что Играть 7 минут В матче Может быть и больше В матче Фэррел Фэрел Мимо Ван Влита И залез под Двух больших Вичитэстейт Правда фолы получил Казалось бы Уже Отзащищался Вичитэстейт Но будет Фэрел Исполнять штрафный Играть 7 минут В первую половину В первую половину В первую половину В первую половину Виндиане Номер 11 Виндиан Да Забавно Маскот Вичитэстейт Не грози Южному централу Любопытно Кстати Сейчас в перерыве Показывали Показывали оркестр Вичитэстейт Не часто Увидишь оркестр В студентах Которым задает Темп Стиль Вообще Всю композицию Саксофон Напоминаю вам Друзья В возможности Интерактивного общения Aviasat Defisport Lifejournal Официальный наш портал Либо мой личный Твиттер Закдиос Латинс В одно слово Пишите Но пока же Отправляют оба В цель Юги Фэрел Да По-настоящему Завела сейчас Вичитэстейт По-настоящему Шакил Моррис Фред Ван Улит Еще один хайлайт Этого матча Создают Блэкман оставляет Фэрел Против того Ван Улит Отсекать будут Ван Улита Не получается Уильямс Три Ух ты Уильямс Трешку забил Это первое попадание У него с игры Сегодня Первый раз Выбросил Три Попал Может быть Сразу так нужно было Делать Он в одном очке А он дабл-дабл А теперь Десять подборов Уже есть У Трое Уильямса Ван Улит Все правильно делал Опять Проход в правую сторону И опять Это не разгадывает Индиана Но Ван Улит Забить не сумел Ответ Индианы Не было фула Действительно Просто стоял Подняв руки вверх Текелли Нет Шакил Моррис И не более того Текелли Из угла Попадает Семьдесят Шестьдесят Четыре Как переживает Том Крин Так очень сейчас Расплачется И он на паркете Уже Видите Да Том Крин Сейчас Очень хорошо Это видно было Не торопится Индиана Темп Это силы Индианы Но почему-то Вот в концовке Решили не торопиться Посмотрим Инжпирь Второй половины Стартует Последние пять минут Пошли Уильямс Скользкий паркет Но Маскейро Пире Не забивает И фалы были Недоволен Недоволен Сейчас Шакил Моррис Но мы отмечаем Ван Валита Который идеальную Скидку на Морриса Делает И тут мощнейшим Данком Отличается Вообще не смотрят Сегодня игроки Индианы Себе за спину Вот никак Да То есть Если идет Проход Ван Валита И он это начал понимать На него выходит уже Не в одиночку А вдвоем После того Как он девятнадцать Набрал В первой половине И этим Блестяще Ван Валит Пользуется Нет попадания У Маскера Пире Ну Штрафные В кавычках Его самое любимое Испытание уже давно 51% Он по сезону Забивает И в этом матче Маскера Пире Промахивается В третий раз С линией Ну вот Здесь посылает Мяч в корзину Все же Возвращается На паркет Самый грубый Игрок Индианы Сегодня Не знаю Вовремя ли Но тем не менее Тем не менее Отрежают На паркет Снова Том Крин Решается Это сделать Да Тридцатый номер Сейчас появился Полин Хартман Посмотрим Что придумает Хартман О Конечно На защиту И на то Чтобы потолкаться Краски Выпускают Мяч у Индианы Картман Перед ним На ровном месте Вырос Буквально Дэриус Картер И не попал Пэррол И от отчаяния Уже Как мне видится Начинает Фалить Индиан Двойной бонус Поэтому Текелли Коттен В любом случае Бьет два Первый в цель У Текелли Сегодня Вот это Шестое очко Было Седьмое Редван Влиц Раздал Четыре передачи Уже Давайте Это отметим Одиннадцать Плюс семь У Зака Брауна Вот он Возглавил Этот рывок Вичита Стейт Который Собственно Дает Сейчас Разницу В семь На таблок Пэрол Поставляет Партнеру Томпсон Был Уильямс Пэрол Пытался Поднять Брауна Но Браун Действительно Болегабаритный Игрок На видении Потерял Пэрол Мяч Но сейчас Время Владения Индианы Так что Именно К Кузерс Мяч Сейчас Отправится Но в любом Случае У Индианы Начинают Дрожать Коленки Что для Концовки Конечно Является Плохим Показателем Вот Колин Хартман Третью Трешку Свою Оформляет Десятое Попадание Издали У Индианы 10 из 20 Великолепный Процент Но правда С игры Все равно Лучше Атакуют Вичито Хорошая Скидка Коттона На Картера И Переходит Владение К Индиане За 3,5 минуты И до конца Это очень интересно Йоги Феррел Пользуется Тем что Уже все Ждут от него Решение Ситуации Да И вот Такими Передачами Он отмечается Классно Как сейчас Была На Хартмана Высокий Прессинг У Вичито Стоит Это то что мы видели Частично В первой половине Сейчас правда Тоже прессинг Не вполне Агрессивный 72-68 Хартман В лоб Бросать не нужно Это Хартман Понимает Через Томпсона Играет Уильямс Со средней Ну В момент Разворота Кольцу бросал Поэтому не попал Однако Хартман На подборе Здорово И абсолютно Дурацкая Идиотская Передача Не глядя Потому что Делал ее То есть Уильямс Трой Уильямс Он не глядя Бросал Не глядя Отдавал По другому Соответственно Это все Нельзя назвать Такой важный Момент Для команды Англиц Бейкер Как-то Сегодня Не заметен То есть Видимо Понял Все-таки Маршал Грег Маршал Что не идет У него И просто Сказал Не играть Через него 3 из 13 У Бейкера Сегодня Только лишь 8 очков 11 Со скамейки Зак Браун Нет попадания У Вичитэ 4 очей 4 очков Угол, скидка отличная и три в исполнении Йоги Феррелла. 22 у Йоги Феррелла становится. Одно очко разницы на табло. То, о чем я говорил, еще когда разница была 7 трешки, это залог возможного камбэка. Для Индианы 5 из 8 в этой половине, 11 из 21 в игре. Бейкер пошел под кольцо. Бейкер протолкнул соперника вперед и пытался с фоллом забить. Не получилось, но два штрафных будет исполнять и с большой долей вероятности забьет оба. Ну вот, сетку различных матчей мы с вами видим. Напомню, что ближайшие матчи на Виасад Спорт и Виасад Спорт HD, которые вы увидите. Это, соответственно, матч Вольт-Праису-Мэриленд, к которому мы переместимся сразу по окончании данной баталии. Это матч Дэвидсона и Айовы. И это матч Северной Дакоты и Гонзаги. С утра же уже переключаемся на другие баталии. Вайоминг, Северная Айова. Далее Юси Ирвайн Луисвиль. Ну и Оклахома Стейт против Орегона. Плюс к всему Костал Кэролайна против Висконси. Так что никуда не переключайтесь. Независимо от того, что мы здесь увидим. Твасть двух Бейкер забил, как мы и предполагали. Десятку все-таки разменял сегодня. Скидка отличная, но здесь блокшот и что, неужели не чистый? Блокировал Блэкмана сейчас Рон Бейкер. И арбитры считают, что не поправил. А Блэкман? Нет, все-таки попадает первый. Не дрогнули нервы у него. Вернулся Дэриус Картер на паркет. Фред Ван Влит. Фред Ван Влит от него будет очень многое зависеть. Полторы минуты чистого игрового времени у нас. Три таймаута у Индианы. Четыре у Ичит и Стейт. Нет попадания на подборе. Как раз Дэриус Картер, который, видимо, ради этого подбора и выходил. Полы 10 плюс у Индианы. Восемь у Ичит и Стейт. Обычный бонус. И здесь Бейкер еще два штрафных. Бейкер начинает лезть сейчас в краску. Бейкер прекрасно понимает, что против него оставляют соперников, которые физически ему противостоять не могут. И вот сейчас прекрасно это увидел. Это вообще должны были быть два очка с фалом. Но Бейкер, думаю, забьет оба штрафных. 4 из 4 сегодня. По сезону 7,4 с половиной. С линии. 45% в этом чемпионате он забивает с игры. И даже удивительно, что 3 из 13 сегодня у Рона Бейкера. 41% из задуги. Важнейший штрафной попадет и одним броском не отыграется. Не отыграется Индиана уже. 76-72. По сезону 68% у Вичит из 3. Сегодня 26 из 30. Очень важный. Очень важный. Очень важная составляющая. Да, возможной вот этой победы. Уильямс. И опять через него играют. Уильямс накрутил Весу. Отлично. 2 положил. 76-74. Вичита Стейт по полной должна использовать время. Я думаю, об этом сейчас Грег Маршал и будет говорить со своими подопечными. По полной использовать время и лучше бы забивать. 2 очка. Разница всего лишь. Самая вкусная, самая концовочка у нас на очередь. Ох, как здорово сейчас Текеле Коттон блестяще себя проявляет. Но, правда, 40 секунд на атаку у Индианы. Но и атака должна быть быстрой. Потому что 4 очка разницы. Не 2, не 3 и одним броском. Это не отыгрывается. Так что будут фалы еще у Индианы. Но от Текеле Коттон, возможно, победный бросок создает для своей команды. Кстати, Вичита Стейт пропускает больше всего в этом чемпионате. Но пока все равно ведет. Важнейший момент сейчас. Быстрый довольно тайм-аут у Тома Крэйна, но и у Тома Крина. Прошу прощения, здесь фалы Веселла выдают. Хотя он просто пытался перемещаться. Но вот опять неправильное распределение ролей. Но почему Веселл-то должен работать против Юги Феррелла, да? Почему он? Есть гораздо более подвижные игроки у Вичита Стейт. И тот же Фред Ван влит в первую очередь. Первый в цель отправляет Феррелл. Два из двух он точно не промахнется. В этом сомневаться не приходится. Но вот промахнется сколько, большой вопрос. 85% по сезону. Лучше, чем у кого-то ни было вообще из двух команд. В цель также. 78-76. И фалить сейчас, конечно, нужно. Но на ком? Да, и Ван влит и Бейкер блестящие штрафные умеют исполнять. Тайм-аут. Грэг Маршал взял, занервничал. Подумал, что пятью секундами здесь команда не ограничится. По два тайм-аута. Остается у каждого из нас. Грэг Shank. Аплодисменты. 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 Ну что, Вичито Стей 20 секунд есть. И не фалит Индианов, что любопытно, да? Не так быстро фалит, как хотелось бы Тому Крину. Я думаю, высказывает он сейчас Уильямсу, что почему сфалил-то на Бейкере. Быстрее фалит, да. Сто раз уже Том Крин сказал. Фалить. Вот так Рон Бейкер. 34 в сезоне забивает. Сегодня не промахивался с линией. Первый в цель. 79-76. Индиана набирает 76 очков. Я напомню, хуже не играла Вичито Стейт в защите в этом чемпионате. Да, они пропустили 79 от Гавайи, от университета Гавайи. Но это было с овертаймом. Так что это даже и не все. Два штрафных в цель. 4 очка разницы. Ну и по большому счету чудо нужно Индиане. Ну и какие-то установки Тома Крина, который берет тайм-аут. Еще раз. 80-76. Счет на табло. 15,9 до конца. А может быть и нет. Это же все-таки безумие. Счет на табло. Вновь быстрый тайм-аут. Напомню, что победитель этой пары отправится на Канзас, который 20 очков привез своему оппоненту в матче своем в раунде 32. Точнее в 1.32. Да, раунд 32 это следующий. А нет здесь попадания. Да, Бейкер. Да, Бейкер, похоже, приносит победу во всех планах своей команды. Потому что он и штрафные самые важные, самые нужные забил. Ну и сейчас здорово сработал. Да, сам-то уже доволен, сам все понимает. Первый в цель 81-76. Второй не забивает, но при этом я не думаю, что есть какие-то шансы у Индианы. Длиннющая треха, нет попадания. Ну не фалить, пожалуйста. Все же и так понятно. Да. 81-76. Не случилось апсета. Вичито Стейт вовремя проснулась. Вичито Стейт сумела победить Индиану. И отправится в следующий раунд, где будет оспаривать корону штата Канзас со своими оппонентами. Батлер будет играть там тоже. Но, в общем, об этом мы еще обязательно поговорим. Что касаемо этого матча, с ним мы прощаемся. Передаю слово своему коллеге Дмитрию Донскому. Марцевское безумие на Авиасад Спорт. Авиасад Спорт продолжается. Ну и вы, конечно, никуда не переключаетесь. Я же с вами прощаюсь. Денис Захаров для вас эту трансляцию провел. Ярких побед вам, ярких впечатлений. Всем счастливо. Пока.